Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешила. Номер 71. Насчитываем Новый Завет. Толкование Блаженного Феофилакта с комментариями. Посланник Ефесянам, 6 глава, 15 стих. Я бу в ноги в готовность благовествовать мир. Толкование Блаженного Феофилакта. Хорошо предлагает нам элаты. Этим он говорит или то, что должны быть готовыми к благовествованию и проповеди. Ибо прекрасно говорит ноги возвещающего мир. Исайя 52, 7. Или что должно нам быть готовыми к исходу, живя по Евангелию. Ибо ноги символ жизни. Посему и говорит. Поступайте осторожно. Ефесянам 5, 15. Готовны же благовествовать добрые дела, которыми Господь внемлет. «Господи, Ты слышишь желания смиренных!» Псалом 9, 38. Хорошо также сказал мир. Так как он упоминал о войне и битве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против людей. Ибо о мире благовестие. И что сражаясь с демонами, мы пребываем в мире с Богом, которого не должно снова возбуждать к войне против себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть, победа совершена. Посему не будем страшиться. Ефесянам 6, 16. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого толкования. Словами же паче всего указывают на упомянутую выше истину и правду, и упование Евангелия. Ибо все это нуждается в вере. Но верой называть здесь не познание истинного богопочтения, а веру чуждую сомнение, которая заставляет верить в будущее, как настоящее, которая совершает знамения и настолько пламена и горяча, что и горы переставляет. Итак, как щит прикрывает все тело, ограждая и защищая его подобной стене, так и вера, без сомнений, ограда всей души. Такая вера и немудрование есть щит. Щит прикрывает, а те только мешают. Стрелы лукавого, то есть постыдные пожелания, помыслы неверия, как, например, будет ли воскресенье, будет ли суд и искушение. Раскаленные же не только потому, что похоти разжигает и восхламеняет к постыдным делам, но и потому, что здесь мы и совестью как бы сжигаемся. К тому же и дьявол поджигает нас и через помыслы неверия, и через искушение. Веря же угошает это, потому что если демонов она покоряет, то тем более страсти. Ибо разжигает ли тебя похоть, ты, веруя в будущее и благо, и радость, погасишь ее. Полит ли тебя искушение, веруя в будущее, ты найдешь утешение. По размысли, каким огнем палим был Авраам, когда приносил жертву своего сына, но вера погасила этот пламень. Ефесянам 6, 17 И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, толкование, то есть спасающий и оберегающий, ибо если мы будем иметь веру, спасающую и охраняющий нас, то скоро получим и спасительные помыслы, охраняющие нашу главу или руководительный ум. Выше сказано, Павел нас вооружил, чтобы не причиняли нам вреда враги. А теперь дает оружие, которое мы сами можем причинять сильный вред врагам. Итак, мечом Духа называют иносказательно или самого Духа, или духовную жизнь, которой сокрушается глава дракона. Духовный же сей меч есть Слово Божие, то есть заповедь. Ибо если мы будем исполнять его заповеди, то будем умерщвлять змея лукавого, как говорит Исайя 27, 1. Или же Слово Божие есть выражение, во имя Иисуса Христа встань и ходи. Диение 3, 6. И тому подобное. Или же мечом Духа называют просто мудрость духовную, ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча. Евреям 4, 12. И имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, каков был сам Павел. Комментарий Игнатия Лапкина. Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? И кто не слышал того, что ее называли «святой» в кавычках Русю? Когда был у нее православный царь? Почему же Бог попустил, чтобы исчезло и то и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч смутьянов, бунтовщиков оказался сильнее, в кавычках, «святой» Руси и православного царя? И имеющий же дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим. Читающий Ветхий Совет знает, что когда цари и народ уклонялись от служения и егове, закрывали уши свои отслышанных слов Господних, Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал о грядущем гниве, если они не покаятся, не возвратятся к Господу Саваофу. История крушения Российской империи, когда Бог вымел до чиста весь дом Романовых, как дом царей Израильских, приводит к тем размышлениям, что Русь не была святой. Не была. Не была. Не была святой. А царский дом только носил название православного. Последний царь из дома Романовых Николай II говорил, что он солдат до гробовой доски. Почему никто из имевших общение с царями не говорил, что есть иной меч, данный самим Богом, тот меч, который делает человека непобедимым и неодолимым? И этот меч – Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. Евреям 4.12 И имеющий дар сего духовного меча и глаголища божественные неодолим, каков был сам Павел. Скоро исполнится сто лет, как Бог совершил казнь над Россией и над царствующим домом. И ни разу, нигде, ни здесь, ни за границей исследователи этой катастрофы не указали истинную причину этого катаклизма. Указывают на жидомасонов, говорят, что за отступление от Бога, но не говорят, в чем оно выражалось особенно. А причина в том, что народ не был привязан к Слову Божию, не знал его и не проповедовал о Христе. К этому его никто не призывал, кроме сектантов, которых царское правительство и сенот жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка. Уроки из прежнего извлечены не были. Евангелие не на первом месте, и даже вовсе не на каком. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. Евреям 4.12 И имеющий дар сего духовного меча, и глаголящий божественное, неодолим, каков был сам Павел. Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем в 1917 году, как богоотступников и идолопоклонников в Израиле. Ну вот это вот считают они. Тут какое сердце не дрогнет, они только бросаются на меня, рвут со всех сторон. Причина показана, причина. По сегодняшний день не указывают нигде. Нигде. Совершенно. Ефесянам 6.18 Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Толкование. Вооружив их, наконец, ведет к царю, чтобы умолять его, да прострет он руку. Ибо, сказав, возможно, угасить, чтобы не возгордились, говорит, вы имеете нужду в Боге, и можете завершить все дело вместе с упомянутым... С плачем, биением в грудь, коленопреклонением и тому подобными действиями. И не в установленные только часы. Но во всякое время и духом, то есть духовного пройся, а не мирского. С плачем, всякая молитва и прошение, это не такое игривое состояние. С плачем, биением в грудь, коленопреклонением и тому подобными действиями. Понимаешь, это не пережито. Тут никаких причин не надо говорить. Причина одна. Внутренняя, не вошел в это состояние. А поэтому гнезица там всякая разная, как будет. Дай место Богу, и ты увидишь, как дух сокрушен. Сердце сокрушено и смирено. О чем пишет Давыд? Сокрушено и смирено. А тут одно только слово скажешь, он 10 в ответ тебе. 10 в ответ. Не отвергся себя. Первый шаг сделай в христианстве. Прямо на глазах здесь. Даже вот читаем. Маленькое замечание, сразу в ответ как фонтанирует. Поехали. Но говоря, всякую молитву молитесь. Намекает, что можно и совершая молитву, не молиться. Когда кто пустословит. Понимаешь, если мы вот это не делаем, что там написано на сокрушении, мы просто пустословим. Я тебе говорил, как Господи помилуй, а он сейчас Господи помилуй, Господи помилуй. Вот еще драться вышел куда или что. Господи помилуй. Вариаций много разных. И этому не надо учиться, как жесты делать. Душа подскажет исполненной благодати Духа Святого. А поэтому Тарабарщина идет, стоят, говорит, гогочут, как гуси, как галки. Григорий Щедотворец говорит. И потому суть не молятся. И потому суть не молятся. Это стрекотня идет. Тысячи часов в храмах, а молитвы нету. Вот они притчу ставят. И только одну девчонку увидели, что молится. А папе пьяным. Там остальные так. Один о девке смотрит, думает, а пойдет она за него, нет. Другая еще что-то. Это про нас говорится, про каждого. Или о всеночных бдениях здесь говорит. Или о бодрствовании души. То и другое можно понимать. Ибо вооруженному и стоящему пред царем должно быть бодрствующим. Подобно хананиянке, вдовице и Анне. Ибо такова действительно молитва, соединенная с терпением. Как она молилась? Ее даже посчитал пьяный первосвященник. Она дитя молила. Она заранее превозмогла немощь женской природы. И какой будет сын, она не знала. Может, хулиган будет. Я Богу посвящу его. Господи. И Бог после этого открыл черепо. Один за одним рождается. Вот это мы считали. У одной женщины, если это правда только, 69 детей родила за 17 раз. Два раза по 4, по 3 ребенка. 17 раз роды были у нее и 69 ребятишек. Двое только умерло. 67 детей в одной семье. Это вообще неслыханная и невиданная вещь. Это Бог делает. Ефесянам 6, 19. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования. Толкование. Итак, не за себя только должно молиться, но заметь смирение. Последним ведь ставит себя и просит учеников молиться. И это тот, который находился в узах за Христа. Да и Петр находился в узах. И за него усердная молитва была совершена с церковью. Итак, он не заботится о том, что говорить. Но, как сказал Христос, не заботись, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Вот скажешь молиться сейчас. В отце 10, 19. Смотри где. Даже вот после занятий где-то. И вот стоит, вымучивает из себя слова какие-то. Но когда ты один-то молишься, там оно по-другому-то тоже нету. Молитвы нету, молитва не идет. Вот отец Арсений, там это очень хорошо, говорит, но молитва не идет. Исповедь не идет. Внутреннее сокрушение, когда есть, и говорит, глаголы не изреченные, а воочи. Мы не знаем, о чем и как должны молиться. Вот об этом надо все время говорить, о чем Серафим Саровский говорил. Стижание Духа Святого. И тогда он впадал в это состояние, когда выводили его, как будто его здесь и нету. Пошли. Так и он, отверзая уста, передавал то, что повелевает Бог. Так и все он совершал божественной благодатью. Отсюда уразумеешь меч духовный, который есть Слово Божие. Ефесянам 6,20. Для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Толкование. То есть, чтобы мне, как должно защитить себя, как проповедника веры, с дерзновением и мужеством и великим благоразумием. Но кому же ты исполняешь посольство? К людям, чтобы примирить их с Богом. Но они связали меня, хотя по закону послы не должны подвергаться никакому насилию. И так, хотя узы положены на меня, чтобы обуздать мое дерзновение, но ваша молитва откроет мне уста, чтобы дерзать, и говорит все, что повелел мне, поручивший мне посольство. Бог повелел. Люди не знают, а повелел, не повелел. Тебе повелел Бог, чтобы ты трещал на каждое замечание в ответ. Даже мысли такой никакой нет. А почему? Мир. Мир, переполнение, недовольство, вот это все, что есть, оно вырывается, переполняет. Из них это лопата, которая выбрасывает то, что внутри не помещается, златоуст говорит. Человек в яме сидит и изнутри выбрасывает. Промолчи. Все при тебе останется. А с мыслью секунды не дойдет. Сразу тру-то ты в ответ. Что это? Христианское состояние? Духовное состояние? Оно и рядом даже не было. Ни нас смотрит, ни на звание, ни на неравенство, ни на чего нет. Треск стоит один и все, как хворост под котлом. Вперед. Видишь ли, меч есть, дерзновение, проповедание Слова Божие, которое Павел хотел говорить в откровении. В откровении? Уст. Ты заранее перелистывай. Я тебе говорю. Я заранее перелистнул, но я не видел, что там уст написано. Ты можешь от меня говориться? Вот сейчас только про это говорю. Я про это говорю. Тебе сказали правильно, неправильно, ни одно слово в ответ. Ефесянам 6.21 А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель. Колкование. Что относилось до учения и утешения, то сам объяснил через послание. Но когда вспомнил о бузах, не останавливается на беседе о них, а оставляет нечто и Тихику рассказать о нем, чтобы не бесполезно было присутствие этого брата. Так как он возлюбленный, то все знает. Так как верный, то не солжет. В Господе служитель, то есть служащий для Бога и божественном деле, а не ради чего-нибудь мирского или относительно чего-нибудь земного. Или брат в Господе, то есть духовный брат. Ефесянам 6.22 Которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Толкование. Святой Анзлатоуст так говорит, чтобы вы узнали о нас, то есть да возвестит вам, что со мной, и не допустит вас унывать из-за меня, так как я нахожусь в бедствиях и ношу узы. А это указывает на любовь и с его стороны к ним, и со стороны тех к нему. Ефесянам 6.23 Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Толкование. Просит им мира и любви с верой. А это значит следующее. Или чтобы они любили не инославных, а одних верных. Или что и веру нужно иметь им для того, чтобы иметь надежду относительно будущего. То есть не инославных. То есть инославных, что их любить-то? Он еретик. Антоний Великий говорит, я никогда, ни разу в жизни мирно не беседовал с еретиками. Знаешь, он против Святой Троицы или что-то говорит. Ты же заранее знаешь это. Поэтому ты и говори с ним соответственно. А то любить, любить. Да ты его не можешь любить. Не инославных. Вперед. Ибо без веры бесполезна любовь. И даже более, без веры не было бы любви. Что и сказал он словами мир и любовь с верой. Научая же, каким образом мир будет присовокупил через любовь. А любовь каким образом? Если будем иметь веру. Ефесянам 6.24 Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Толкование. Здесь отделил мир от благодати, особо поставив то и другое, хотя повсюду соединял их. То есть в чистоте. Или любящий Христа, не в богатстве и славе, но в нетленных благах. То есть ради нетленного. Или что любящий Христа через добродетель его любит. Ибо грех есть тление, а добродетель не тление. Ибо как о Деве говорим, что растлевается, так и о душе. Посему и Павел говорит, чтобы ваши умы не повредились. 2 Коринфянам 11.3 И развращенный умом. 2 Тимофея 3.8 Посему следует и нам показывать любовь ко Христу посредством чистоты в жизни и стремления к тем нетленным благам и вообще посредством всякой добродетельной жизни, которые соблюдают душу непорочной, нерастливаемой, ни учением, ни нечестием, соблюдают в самом Христе, непорочном женихе, действенных и непорочных душ, которому слава в веки веков. Аминь. Послание к филиппийцам апостола Павла. Предисловие. Филиппийцы – жители города Филипп, находящегося в Македонии и названного так по имени основателя его Филиппа. В то время они были в зависимости от метрополии Фессалоникийской. Павел много говорит о них доброго. Послание это писал он, когда находился в вузах, так как после первого защищения на суде, о котором упоминает в послании к Тимофею, он снова взят был в вузы. Филиппийцам, глава 1, стих 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и дьяконами. Толкование. Здесь апостол не выставляет своего апостольского достоинства. Но просто называет себя рабом Иисуса Христа. Велико, конечно, и это наименование. Только оно более общего характера. Когда же он пишет к Тимофею и Коринфянам, то называет себя апостолом. Почему это? Потому что там хотел он многое устроить. А потому и выставил на вид свое апостольское достоинство. Здесь же ничего подобного он не заповедует, но как бы считает их равными себе. Так как и иудеи называли себя святыми, поскольку они были народом святым, то апостол и прибавил во Христе Иисусе, потому что находящиеся во Христе Иисусе действительно святы. А те иудеи нечисты. Епископами он назвал здесь пресвитеров, так как в одном городе многих епископов не было. В то время еще не было различия в названиях, и сами епископы назывались диаконами и пресвитерами. Поэтому, когда Павел писал к Тимофею, как к епископу, он говорил, «Исполняй служение твое», 2 Тимофея 4,5, «И затем, которое дано тебе с возложением рук священства». 1 Тимофея 4,14. То есть епископов, потому что пресвитеры не рукополагали епископа. Вот что интересно. Говорят, в Новом Завете слово «священник» нигде не встречается. Ну как не встречается? Служение дано с возложением рук священства. Священство есть, а священника нет. Это безумие сектантское. Совершенно Писание не знают. Так, с другой стороны, и пресвитеры назывались епископами, так как и они, очевидно, наблюдали за народом, чтобы очищать и просвещать нуждающихся. Почему же он теперь пишет к Клиру, чего в другом месте нигде не делал? Потому что они сами послали Епафродита, который принес апостолу потребное для него. Филиппийцам 1,2. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Толкование. Прилагает обычное приветствие, желая им быть исполненными благодати, чтобы они не превозносились друг перед другом, и через это не лишились мира и единодушия, потому что благодать получают те, которые свободны от гордости. Вот когда эти письма перехватывали в то время неверующие, язычники, как они считали, как они спотыкались, никакой грамоты не хватало. Вот иногда диктор говорит по радио, сейчас начинает, и патриарх совершил литургию, по радио говорят, сегодня грамотно, и намного грамотнее, чем тогда было. И тогда, как они смотрели, благодать, какие-то слова. Я первый раз, когда это увидел, я точно так же думал. Я не знаю этих слов. не встречал нигде блаженно, я этого слова не слышал, мне непонятно, и поэтому надо искать в себе то, какой ты был, и все время благодарить Бога. Господи, да где же я был? Как ты меня избрал? Как ты мне это открыл? Вот чем надо жить-то и себе все это хранить. Филиппийцам 1, 3, 4. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всяком молитве мои за всех вас принося с радостью молитву мою. Полкование. Всякий раз, как вспоминаю о вас, говорит апостол, это я делаю всегда. Я прославляю Бога за то, что вы столько успели в добродетели. Но несмотря на то, что вы так славны в божественном, я не перестаю молиться о вас, но молюсь за всех, чтобы вы еще и еще преуспевали. Так как можно вспоминать и с печалью, как, например, говорит в другом месте. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам. 2 Коринфянам 2, 4. Почему воспоминания с радостью есть свидетельство их добродетели. Филиппийцам 1, 5. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Ну, кому это может описать епископ письмо, что они участвовали в благовествовании. Он сам не благовествовал, и никто и не участвовал. Благовествовал это не то, что он в храме сказал проповедь. Они шли миру благовествовали, по миру. Я архиепископ позвал одного, говорю, ну пойдем. Он вот такой брюшин, он говорит, так похлопался, ну куда я пойду, Игнатий? Ну ты же видишь, какой я. Так зачем же ты это разжирался-то так, как вепер дикий? Зачем тебе это надо? Толкование. Здесь свидетельствует им о великом и истинно апостольском их деле. Он говорит, что сообщники и соучастники мне в труде благовествования не в то ли другое время, но с тех пор, как уверовали даже и до ныне. Как же вы участвуете? Посылай мне все нужное и заботясь обо мне. Потому что кто содействует, помогает всевозможным образом трудящемуся в каком-либо добром деле, тот является участником его деле. Так те, которые заботятся о мучениках и те, которые отъемлют всякую заботу о мире у подвижников и те, наконец, которые учителям дают возможность не отвлекаться, становятся участниками их венцов. Филиппийцам 1.6 Будущий уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Толкование. Благодарю, говорит, и радуюсь в надежде, что Бог, начавший вас доброе дело, сам и будет совершать его. Потому что по прошедшему я заключаю и о будущем. посмотри, как он научает их думать о себе скромно, когда приписал все Богу, а не им одним. Впрочем, этим самым он нисколько не лишил их почестей, поскольку он сказал, начавший вас, то есть по вашему желанию. Если бы не было со стороны человека желания, то и Бог ничего бы не сделал, потому что если бы он безусловно действовал, то ничего не препятствовало бы ему действовать. И в эллинах, и во всех людях. Итак, Павел немало хвалит филиппийцев за то, что они привлекали к себе благодать Божию для содействия не человеческого, но Божия. Вместе с тем и ободряет их, чтобы они не унывали, потому что если Бог совершит начатое, то не будет для них большого труда. Даже до дня Иисуса Христа, то есть до пришествия Господа, таким образом говорит, я верю, что не в одних вас Господь будет действовать, но и в тех, которые будут после вас, даже до скончания мира. Или же под днем Иисуса Христа, понимая смерть каждого, то есть конец. Филипийцам 1.7 «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех как соучастников моих благодати, толкования. Я, убежден, что вы до конца пребудете таковыми, и я думаю так о вас, потому что всегда имею вас в сердце, и знаю ваши хорошие дела, знаю, что вы стараетесь и в отсутствии моем быть соучастниками мне благодати благовествования и уз. Поэтому справедливо я делаю такое заключение о вас и поначалу сужу о конце». Какая же похвала для филипийцев в том, что они заключены в сердце Павла, который любят не просто, но с рассуждением и только достойных. Даже и в то время, говорит, когда я защищался пред Нероном, вы не вышли из моей памяти. Узы и скорби он называет утверждением благовествования, но можешь называть так и само защищение, потому что очевидно, если бы он не был убежден в несказанных воздаяниях и незреченных благах, то не был бы заключен в Узы, не подпал бы в суду жестокого Нерона. если бы не предвидел иного царя более верного и прочного. Итак, скорее его суть утверждения благовествования. Здесь апостол показывает, что он не без оснований любит их, потому говорит, я имею вас в сердце, что вы участвуйте со мной в этой благодати, то есть в скорбях и в узах, и не только ревностно старайтесь не отпасть от нас в скорбях, но и быть соучастниками в испытаниях, которые мы терпим ради благовествования. Что Узы благодать, это явствует из слов Господа. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 12.9 Или еще лучшее, как он в дальнейшем говорит, вам дана благодать страдать за Христа. Заметь, он не сказал участников, но соучастников, показывая этим, что и он сам участник другим, как и в другом месте говорится, что я сделал себя соучастником благовествования, то есть чтобы я участвовал в благах, которые предназначены правозвестникам Евангелия. Все. Как быстро сегодня. Слава Христу. Верни туда, теперь узнаете, как это насчитывать. Да, насчитывать с выражением, с переживанием, чтобы оно в тебе осталось. А еще